Друзья, всем доброе утро! Всем доброе-доброе утро! Ну что, это, пожалуй, один из лучших дней за две недели. Самый лучший день за эти две недели. Мы не просыпались в 5 утра. Ребенок поспал до 8 часов. И сегодня на 10.35. Так что это очень здорово. 4 минуты к школе ехать. Ну, в общем, и все. То есть, все отвел ребенка на продленку. У нее через 20 минут начнутся занятия. Ну и все. Потом пойду заберу ее. Еще, походу, я, наверное, сегодня палец на ноге сломал. Поднимался с утра очень сонный по ступенькам. У нас ступеньки в доме. С первого на второй этаж. Там и немножко такой, ну, как бы, типа третий этаж еще есть. И что-то, блин, как зацепился пальцем, ударился сильно пальцем и, может быть, сломал. Потому что очень больно. Я сейчас приехал, очень больно ходить. Поеду, наверное, сделаю рентген, какое-то обследование к врачу. Пускай посмотрит, скажет. Ну и какое-то решение примет. Потому что я не знаю, ну, блин. Ну, вообще, все равно, самый лучший день сегодня за две недели, которые у нас были, это отлично. Мы, правда, мы проснулись, кому во сколько нужно было. Я встал пол восьмого. Ребенок встал. Самый маленький, она часика в семь. Встала на мультики, включила. Сама по себе там мультики смотрела. Даша проснула среднее. Восемь часов. Ну, и жена тоже восемь проснулась. Так что, обалденно. Позавтракали, спокойно собрались и поехали. Ехать четыре минуты. Вот так вот, друзья. Субтитры подогнал «Симон» Еще одна такая особенность поляков, и что мне нравится в них, так это пунктуальность, это точность. У них на остановках стоят такие табло и номера автобусов. Какие, когда автобусы будут. И возле каждого номера время, через сколько придет автобус. То есть, здесь, если ходит общественный транспорт, он ходит именно минута в минуту. То есть, четко все. Нет опозданий, нет ничего. Время стоит, вот через сколько он и приедет. Вот это действительно круто. И я очень это в них уважаю. И мне это очень нравится. Забрал дочку с школы. Блин, реально круто. Реально круто. Очень близко. Я не могу не нарадоваться. Теперь, что касается моего перелома. Я так думал, что перелом, но все, слава богу, обошлось. Это просто ушиб. Очень синий палец. Очень синий. Вот тут сейчас видео покажу. Прям очень синий палец. Ну, болит, но слава богу, что это не перелом. Так что, все нормально. Дашенька, расскажи, как тебе в школе? Хорошо. Лучше, чем в той школе? Да. Лучше? А что сегодня делали? Смотри, май. Какую буковку учили сегодня? Никакую. Никакую? А что делали? Да не спеши. Что делали? Рисовали там. Делали занятия. Какие? Ну, что конкретно вы делали, да? Что? Не знаю. Вот так. Друзья, у меня к вам вопрос. Очень, очень такой для меня важный. Возможно, кто-то из моих подписчиков, из вас, ну, владеет информацией про ресторанный бизнес. То есть, как, может, кто-то из знакомых открывал в Польше кафе, ресторан, пиццерию. То есть, мне эта информация сейчас очень нужна. Есть кое-какие мысли по этому поводу. Чуть позже поделюсь. Но если вдруг вы смотрите и вы владеете этой информацией, если эта информация действительно очень ценна и важна, то есть, ну, я готов за нее вам даже заплатить, с вами пообщаться. Бесплатно, ну, бесплатно это плохо. Ну, если поделитесь, я не откажусь. Ну, а вообще, готов даже заплатить. Ну, и то заплатить только за то, если действительно информация ценная и без проблем. Потому что я знаю, что такое информация. Я сам консультирую, консалтингом занимаюсь. Также людей консультирую не бесплатно. Так что, буду очень благодарен. Представьте, конец сентября почти. Почти конец сентября. И вот такая красота у нас. Очень классная погода. Сегодня тепло. Сегодня солнце светит. Ну, относительно тучки есть, конечно. Но зато, зато сегодня очень и очень обалденная погода. А мы каминчик затопили. Немножко прохладно у нас, похолодало. Мы сегодня решили первый раз затопить камин в этом году. Круто. В общем, смотрите, есть новость. Новость для тех, кто собирается ехать в Польшу. Пока-то она еще не проверена. Я еще буду проверять новость. Но можно доверять этому источнику. То есть, какая новость? Сварщики, ну, по крайней мере, я знаю, что сварщики и уборщицы, я так понял, могут спокойно въезжать сюда и вроде бы не нужна рабочая виза. То есть, возьмут на работу даже, ну, именно касается украинцев, даже без рабочей визы. То есть, можно въехать по безвизу и спокойно устроиться уже на работу и работать. То есть, как-то упростили это вот буквально вчера или сегодня, ввели в закон. Ну, я так думаю, скорее всего, это из-за того, что большая нехватка именно этих профессий в Польше. Потому, наверное, упростили, так как поляки уезжают дальше заработать в Англию, в Германию. И вот не хватает как раз специальных, этих специалистов. Так что, еще проверю, еще узнаю про эту новость более точное. Ну, и в следующих видео вам тоже расскажу. Так что, следите за новым видео. Все, друзья, всем, всем счастливо и всем до завтра. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»